В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. 1 октября отмечается День пожилого человека. В этот день хотелось бы пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. В муниципалитете в рамках губернаторской программы капитально отремонтированы 20 подъездов. Ремонт одного подъезда, если это 12-этажный дом и выше, 2 миллиона рублей. Театральная студия «Волшебная страна» в числе победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив. Я на протяжении месяца писала этот грант. У меня дома все спрашивали, ты докторскую пишешь? Нередко осень называют золотой порой. Также говорят и о преклонном возрасте. Возможно, именно поэтому 1 октября весь мир отмечает День пожилого человека. Как прошло празднование в нашем муниципалитете, узнаем у Александры Столяровой. Пройти мимо Дворца культуры в День пожилого человека было сложно. Прямо у входа активные видновчанки устроили флешмоб. Заразительно веселые и яркие наши бабушки зазывали гостей на праздник. И к ним невозможно не присоединиться. Однако они не только спортсменки, но и рукодельницы. Каждый, вошедший в здание, мог оценить и выставку работ, выполненных нашими жительницами. Но самое интересное ждет гостей, конечно же, в холле второго этажа. Здесь всех встречают с зажигательными танцами и интересными мастер-классами. Расскажите, чем вы тут занимаетесь, что вам нравится? Рукоделья наша очень приятная. Не хотели приходить, а сейчас выходить не хочется. Понравились очень. Рисуют, поют и мастерят. Люди пожилого возраста сегодня доказывают, что на пенсии жизнь только начинается. Хожу в фитнес-клуб. Когда не хожу, занимаюсь дома по два часа с утра прям. Потом немножко рядом дача. Хожу на огород, там часа два поработаю. Хорошо организовали активные долголетия. Обязательно в поездки ездим и в курсы ездим. Помимо творческих активностей, гости праздника смогли проверить зрение. Такую возможность им предоставила торгово-промышленная палата. Узнать о своем здоровье решила и любовь Платонова. Возраст, замечает женщина, мог отразиться на нем. Но душой она все еще молода. У нас интересы остались такие же, как были зрелости. И ощущаем себя только работоспособными, спортивными. Праздничный концерт состоял из 17 номеров. Со сцены звучали любимые песни наших бабушек и дедушек. Танцами радовали юные жители муниципалитета. Немало выступлений было посвящено теме семьи. Ведь именно в новых поколениях люди пожилого возраста сегодня находят не только поддержку, но и свое отражение. В этот день хотелось бы пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Потому что вы нам очень нужны. Вы нам очень важны. Вы наше продолжение. И продолжение в наших детях будет именно то, которое мы с вами заложим. Многие вложили немало сил и труда в развитие родного округа. Теперь заботятся о пенсионерах, дети и внуке, волонтеры, социальные службы, администрация и депутаты. За каждым депутатом закреплены определенные пожилые люди, которые также находятся на контроле, которым также оказывается всяческая пассивная активная помощь. Поэтому мы хотели бы, чтобы у них было крепкое здоровье, чтобы они получали удовольствие от того, что они живут в Ленинском городском округе. Ну и наделены были все соответствующие заботы. Александр Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Битное ТВ. В продолжение темы. В поселке совхоза имени Ленина представители общественного движения «За совхоз», «За людей», «За достойное будущее» и клуба «Золотая осень» отправились по нескольким адресам, где живут долгожители, чтобы вместе с ними отметить День пожилого человека. Одним из приоритетов общественного движения является работа с местным клубом «Золотая осень». В нем состоят представители старшего поколения поселка. В этот раз они навестили нескольких его участников, приготовив приятные сюрпризы. Вы на том рубеже, что у нас уже 90-летний юбилей. Собственно говоря, и круглая дата, и отметить ваш возраст, почетный возраст. Собственно говоря, мы вам приготовили подарок. Живите долго, счастливо, не болейте, нарадуй своим детям, внукам. Волонтеры и общественники подарили пожилым людям не бесполезные безделушки, а бытовые приборы, которые будут весьма кстати. Пароварки, очистители воздуха и ингаляторы. В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в этом году в Ленинском городском округе удалось капитально отремонтировать подъезды в 20 многоквартирных домах. Все работы завершились в сентябре. Юлия Погасьян расскажет, какие произошли изменения. Губернаторская программа в Московской области успешно работает с 2017 года. За это время в одном только Ленинском городском округе было отремонтировано более тысячи подъездов. С каждым годом дизайн-проекты удивляют своей новизной. В 2021-м в программу попало 20 подъездов. Из них 6 подъездов, которые были с софинансированием. Жители тратили не полностью свои собственные средства на ремонт подъездов, а часть из них была средств жителей, средства Московской области и средства нашего Ленинского городского округа. Ленинский округ стал одним из первых, где программу на 2021 год завершили досрочно. К концу лета все подъезды уже были отремонтированы. В перечень работ традиционно входят замена напольного покрытия, окон и батарей, покраска стен или облицовка плиткой, установка новых осветительных приборов, поручней и ковшей мусоропровода. Перед началом ремонт согласовывается с жителями. Ремонт одного подъезда, если это 12-этажный дом и выше, 2 миллиона рублей. Если это 9 этажей, 1 миллион 200. Если это до 5 этажей, не более 500 тысяч. Но тут здесь тоже все зависит от потребностей жителей. Смотря какую плитку они хотят, какие батареи они хотят, какие окна они хотят, то есть цена может вырасти. Помимо подъезда, в которые вошли в губернаторскую программу, сейчас в Видном работы ведутся еще в ряде домов. Здесь реконструкцией занимается муниципальная управляющая компания за счет средств текущего ремонта. Вижу улыбки на лицах у жителей. Вот, понимаете, отношение у людей и к администрации, и к управляющей компании. Ну, жители довольны. Понимаете, вот что меняется, мне кажется. А так, ну, облик дома, конечно же, поменялся. То, что было, дом не ремонтировался, я не знаю, с конца 80-го года, да, ну, постройки здесь просто производился косметический ремонт. Всего в Видном порядка 10 таких подъездов, где работы на себя взяла муниципальная управляющая компания. Реконструкция должна завершиться к концу октября. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, БИДНЭТВ. Обмен опытом, новые технологии и особенности работы в условиях пандемии. В муниципалитете прошла конференция, посвященная вопросам обработки и стерилизации медицинских изделий в лечебных учреждениях. Побывала на ней и наша съемочная группа. Уже не первый год представители ведущих клиник со всей страны собираются, чтобы обменяться опытом и рассказать о том, как они решают вопрос с обработкой и стерилизацией медицинских изделий в лечебных учреждениях. Конференция, проводимая совместно с компанией «Белла Восток», посвящена вопросам обработки медицинских изделий в медицинских организациях. Вопросам прессерилизационной очистки, стерилизации, контроля этих процессов для обеспечения безопасности оказания медицинской помощи. Кроме темы стерилизации, мы организуем конференции, посвященные хирургам, врачам в области применения грыжевых сеток, в области операций. Поэтому тема стерилизации – это одна из нескольких тем, чем мы занимаемся. Медики – люди занятые. Многие в силу загрузки не смогли приехать, но следили за ходом конференции онлайн. Всего же в этом году в ней приняли участие около 200 работников. В зависимости от методов использования и конструкции инструментов применяются различные материалы и сплавы. Если посмотреть, из чего сейчас состоит новый современный медицинский инструмент, ну это практически вся таблица Менделеева. Среди множества тем одной из основных стала работа стерилизационных отделений в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Медики подтвердили – вопрос сейчас очень актуален. Интересует такая информация, как в условиях пандемии, то есть виды стерилизации, виды упаковок стерилизации и какие существуют новшества в этой сфере. Подобные конференции направлены не только на обмен опытом, но и на продвижение и внедрение новых технологий, которые продолжают непрерывно развиваться, что в конечном счете позволяет сделать оказание медицинской помощи еще более эффективным и безопасным. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, ВИДНЭТВ. Театральная студия «Волшебная страна» Центра досуга Дроздова вошла в двадцатку подмосковных победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив. Наша съемочная группа встретилась с творческим коллективом. В небольшом зале Центра досуга Дроздова вот уже более восьми лет проходят репетиции театральной студии «Волшебная страна». Именно их проект под названием «Война. Дети.нет» вошел в двадцатку подмосковных победителей первого конкурса президентского фонда культурных инициатив. Первый спектакль, который решила поставить актрисой, режиссер Анна Сташкина, был по книге «У войны не женское лицо». Специально для него она набрала группу детей совершенно разного возраста – от 7 до 15 лет. Военная тема – это будет самое интересное, самое правильное. И то, на чем можно с ними учиться, можно искать какие-то общие точки соприкосновения, тот материал, на котором можно просто с ними говорить. После первой постановки было принято решение продолжить тему Великой Отечественной войны. Для юных участников студии эта работа стала особенно интересна, в частности, как актерский опыт. Когда я рассказываю военные стихи, мне становится очень интересно. Я представляю себя точно так же, как и эта девочка в моем стихотворении «Дневник девочка-блокатница». Мне больше всего запомнился военный, про девочку, играла возле дома, и про Брестскую крепость. Все спектакли, отдельные выступления, где юные актеры читают отрывки из различных произведений, а также видеоролики военной тематики, были объединены в общий проект под названием «Война, дети.нет». Почему «нет»? Потому что речь идет о наших детях 21 века. Для них слово «нет» гораздо ближе, чем слово «война», к сожалению. И сейчас, на данный момент, в проекте семь спектаклей. Это спектакли, которые периодически играются как репертуарные. Это один спектакль «Читка», «Невниканный франк», который идет почти четыре часа. Это чтецкий концерт «Дети говорят о войне», который был сделан в формате ДК онлайн. Анастасия занимается в студии три года. Девочка рассказывает, что особенно любит читать со сцены стихотворения и военные письма. Мне очень нравятся военные стихи, особенно про солдатов и про детей. И когда я рассказываю эти стихотворения про войну, то какие стихотворения я рассказываю так, что у людей эмоции на глазах, слезы появляются. И я понимаю, что я рассказываю все правильно. Младшая сестра Анастасии, девятилетняя Ксения, тоже решила освоить актерское мастерство. Я выбрала театральную студию, потому что здесь мы узнаем много нового. И здесь мы развиваем свою речь. Можем хорошо там в школе рассказывать теперь стихотворения. В этом году руководитель студии Анна Асташкина решила подать заявку на участие в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. У нас есть столько материала, и так обидно, что мы вот в маленькой деревне, и никто об этом не знает, что возникло невероятное желание этим поделиться. Я на протяжении месяца писала этот грант. У меня дома все спрашивали, ты докторскую пишешь? Я говорю, нет, я пишу президентский грант, вот я прям сочиняю его. Хотя, собственно, сочинять ничего не надо было, потому что оно все есть. И вот, несколько дней назад стало известно, что проект в числе победителей. На президентский грант уже собираются приобрести звуковое и световое оборудование, а также костюмы и декорации. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.